В 90-х и в начале нулевых молодые и талантливые спортсмены попадали в ловушку преступной деятельности. Их физическая сила и спортивные навыки использовали с преступными группировками для достижения своих целей, втягивая их в вихрь криминального мира. Однако в последние годы государство обращает особое внимание на формирование национальной идеологии и культуры. Спорт, в частности, играет кульчевую роль в этом процессе. Тренажерный зал по вольной борьбе Республиканского спортивного колледжа имени Шаралы Сыдыхова. Здесь такая же дисциплина, как и на обычных крупных соревнованиях. Здесь студенты изучают азы борьбы и оттачивают свое мастерство. Для поступления в учебное заведение абитуриент должен пройти тест или экзамен. В спортивном колледже вместо стандартного экзамена проводятся соревнования. Абитуриент, победивший в этих соревнованиях и ставший чемпионом, поступает в колледж. Сюда съезжаются все чемпионы со всех областей. Мы отбираем лучших из лучших. В следующей осенней сессии также состоится новый отбор. На этот раз будут приниматься абитуриенты 2010 года рождения. В спортшколе проводится отдельное спортивное обучение для учеников с 8 по 11 классы и студентов с 1 по 3 курс. Студенты выражают желание стать известными спортсменами, признанными во всем мире, вместо того, чтобы ассоциироваться с преступными группировками. Я никогда не интересовался криминальным миром. Я всегда был близок только к спорту. Учиться и тренироваться меня вдохновляет надежда моих родителей и поддержка моих тренеров. Камчебек Ташеев нас тоже мотивировал. Говорят, что места, которые он посещает, сразу начинают развиваться. В школе проводится подготовка спортсменов по 9 видам спорта, включая борьбу, бокс, футбол, дзюдо и тяжелую атлетику. Наравне с активным участием в чемпионатах мира и Азии основное внимание уделяется не только физической подготовке, но и воспитанию личности и формированию характера. 19 парней из лицея отправились на сборы в Бухару. Это предоставляет нашим студентам возможность обмена опытом. Такие поездки помогают им развиваться как в спортивном плане, так и в личностном. Ранее руководство лицея организовало марафон по сбору средств на строительство нового футбольного поля и собрало 45 тысяч долларов. Мы строим поле со всей необходимой инфраструктурой. В нижней части специально установлены дренажные трубы, чтобы поле не заливало водой. Мы использовали все доступные средства, но для завершения проекта нам требуются дополнительные финансовые ресурсы, поскольку только покрытие стоит 160 тысяч долларов. В этом нам обещал помочь Камчебек Ташиев. Помимо занятий спортом, в колледже также проводятся уроки по различным предметам, включая литературу, географию, иностранный язык, алгебру, геометрию и многие другие. Наша съемочная группа стала свидетелем уроков рыцкого языка учеников восьмого класса. Школьники углубляли свои знания о Джусупе Баласагыне. К слову, колледж функционирует как школа интернат с четырехразовым питанием. По словам поваров, на кухне заменили старые котлы на новые. Кроме того, обновили хлеборезку, которая ранее доставляла массу хлопот. В обед на первое чучвара, на второе – до панжи. Кроме основных блюд на столе – финики, бананы и курага. Повары отмечают, что такой рацион питания соблюдается ежедневно. После того, как нам повысили рацион питания до 489 сумм в день, это дало нам возможность предложить более разнообразное меню. Это не просто для камер, а реальная практика. Вы даже можете заглянуть к нам завтра или в любой другой день, чтобы убедиться еще раз. Многие выпускники этого лицея достигли мировой славы. Среди наиболее известных фигур можно выделить Каната Бегалиева, Даниара Кубенова, Айсулу Тунебекову, Ахджола Махмудова и Джоломана Шаршенбекова. Наши студенты берут пример и вдохновляются им, ставя перед собой амбициозные цели, такие как участие в мировых чемпионатах и Олимпийских играх. В лицее происходят значительные изменения. Мы обновили систему вентиляции, которая не менялась в течение 30 лет, и полностью обновили оборудование в столовой. Кроме того, Камчебек Ташиев пообещал нам помочь в строительстве двух футбольных полей и одного спорткомплекса. Мы надеемся, что они будут готовы уже к осени. По словам тяжелоатлета, двукратного чемпиона Европы и четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта Ханабека Усмана Лиева, важнейшим аспектом в спорте являются дисциплины. При воспитании спортсмена важно развивать не только физические навыки, но и моральные качества, такие как трудолюбие, целеустремленность и честность. На каждого спортсмена я именно уделяю внимание, чтобы он стал настоящим хорошим человеком, прежде всего. Может он не стать олимпийским чемпионом, он чемпионом мира, нет. А он должен стать человеком. Вот лозунг два прекрасных наших человека, хыргызский народ, который гордится, Висхак Розаков, что он говорил, если ты будешь чистый, я буду чистый, и общество будет чистым. Ну я просто так, простым словом говорю. Семен Стурекулыч говорил, прежде всего, каждый день человеком быть тяжелым. Каждый день мы должны думать о том, что каждый день должно быть человеком. И стараться мы должны. И вот тогда наше общество будет чистым, правдивым, и думающим о себе и о своем будущем. На неделе председатель ГКМБ Камчебик Ташеев посетил Республиканский спортивный колледж. Он ознакомился с состоянием строящегося футбольного поля и пообещал создать на этом месте дополнительные условия, отвечающие современным требованиям. Общество столкнулось с вызовом невоспитанности, когда олигархи, государственные чиновники, воры и криминальные группировки объединились, образовав своего рода мафию. Мы активно противостоим им и прилагаем все усилия для того, чтобы избавиться от этого влияния. Наша цель – не допустить, чтобы олигархи манипулировали обществом, не вмешивались в его управление. Однако, чтобы эти усилия были более эффективными, необходима не только поддержка со стороны государства, но и активное участие общества в целом. Создание условий для развития молодежи, обеспечение доступа к образованию, спорту и культурным мероприятиям, а также поддержка их талантов и интересов – важные шаги на пути к созданию здорового и безопасного общества. Ирлан Джуншалиев, Алмас Турманбетов, Бексултан Курманбекулу, Аллато 24 – итоги недели.